Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Почему это работает? Ну, то, что выделяются эндорфины, гормоны удовольствия, это понятно. То, что появляются люди, которые регулярно тренируются, знают такое ощущение, выражение мышечная радость. Когда в теле ощущение такой эйфории, удовлетворения после хорошей тренировки. Что ещё важно? Когда мы погружены в тревожные мысли, в тревожные переживания, в депрессивное состояние души, в общем-то, мы погружены в себя, но в плохом смысле слова. Так лучше бы не погружаться. Потому что люди знают, что вот это ощущение постоянно со мной что-то не так, и тревожные мысли, и навязчивые мысли, которые не оставляют в покое. Это очень мучительно, это изматывает, как машина, которая пробуксовывает где-то в грязи. Она сжигает горючее, она изнашивает детали, но никуда не движется. Бесконечный бег тревожных мыслей – это очень похоже на это. Так вот, человек, когда занимается спортом, он сосредоточен, он уходит от этих мыслей. Он уходит от себя, но, скажем так, переключается на другие аспекты себя. Он переключается на другое, на ощущение своего тела. Он занят процессом того вида спорта, который сейчас погружен. Неважно, игровой вид спорта. Но для меня, например, тренажерный зал, штанги, гантели и тому подобное – это простейший способ медитации, очень краткосрочный. В тот момент, когда выжимаешь какой-то тяжелый вес, твой глаз свободен от любых других мыслей. Когда ты сосредоточен на правильном исполнении упражнения, или ты играешь во что-то, у тебя всё равно сознание переключено. Ну, то есть это не обязательно даже тренажёрный зал. То есть многие могут сказать, что вот, там, ну, найти оправдание тем, что у меня тренажёрного зала поблизости нет, или это, например, он работает в неудобные часы, или я слишком занят на работе, я не успеваю, просто нет времени, это может быть и действительно ходьба, и бег, и что угодно. Ну, вы знаете, искусство оправдания у людей достигло неимоверных высот. Я когда-то, я думал, что моему пациенту советовал пойти в зал, им было лет 35-36, говорил, не, я не люблю зал. Говорю, а почему? Ну, там потом пахнет. Говорю, а когда вы последний раз были в зале? Ну, в школе, на уроках физкультуры. Потом он таки пошёл в зал, и ему это довольно-таки помогло. То есть он увлёкся, он продвинулся, и это очень позитивно сказалось на его психическом состоянии. Ну, всё что угодно. Ты берёшь палки с кандидатской ходьбой. Единственное, что, скажем так, спорт не должен быть некой формальностью. Если ты уныло плетёшься по улице, волоча за собой палки для ходьбы, это не нагрузка, это самообман. Если ты приходишь в зал и сидишь в нём в телефоне, вяло, иногда поднимаешь какую-то гантельку, это тоже не нагрузка. И что бы ты ни делал, ну, в чём, наверное, хорошие командные виды спорта, футбол, баскетбол, волейбол, там ты не можешь халтурить. На тебя быстро обратят внимание твои товарищи по команде и поставят тебе это на вид. Ну, или занятия, например, в группе, когда есть какой-то тренер, который тоже держит в томосе всю руку. То есть здесь есть несколько составляющих. Первое – то, что работают твои мышцы, и это даёт тебе само все хорошее физическое состояние, ощущение своего тела. То есть ты перестаёшь себя ощущать просто как скопление отрицательных эмоций. Ты вспоминаешь, что ты состоишь ещё из чего-то. Кроме того, человек регулярно занимается, неважно чем, как именно спорт, у него всегда есть прогресс. Со временем начинает получаться всё лучше и лучше. Когда мы в чём-то хороши, мы начинаем себе нравиться. Ну, не секрет, что одна из составляющих депрессии – это низкая самооценка. Когда мы начинаем становиться лучшими версиями себя, скажем, в физическом плане, лучшими, не знаю, игроками, бегунами, тяжелоатлетами, мы себе нравимся, у нас получается, и это уже даёт некий заряд позитивных эмоций. – Даже в телефоне вот всякие спортивные приложения, они стремятся тебя сравнивать, и вроде бы ты видишь, что ты там был, не знаю, 10 тысяч 50-й, а теперь вот 9 тысяч 50-й, то, значит, ты поднимаешься в каком-то условном рейтинге. Даже, наверное, ну, это то, что мне кажется, когда ты ощущаешь, что ты сегодня сделал больше, чем месяц назад, быстрее прошёл и прибежал, прошёл на дальние расстояния, поднял более тяжёлый вес, хорошо сыграл в футбол, неважно, что ты себе нравишься. И это уже хороший такой стимул, чтобы двигаться дальше, работать с собой, ощущать себя лучше. Вот, иногда говорят, что не у всех есть деньги на психотерапевта, и это правда. Вот такие вещи, как спорт и другие вещи, о которых мы ещё поговорим, имеют, мне кажется, есть очень большое значение, и как вспомогательно, хорошо работают. Чем, кстати, ещё хорош спорт? Те групповые занятия, командные виды, у тебя устанавливаются социальные связи. То есть депрессивный, тревожный человек, обычно одинокий человек, потому что тревога, неуверенный в себе, заниженная самооценка, и человек начинает, я думаю, что многие замечали, вокруг людей, которые очень плохо себя чувствуют при контакте с новыми людьми. Им даже с продавцом в магазине разговаривать неловко, потому что вдруг он о них плохо подумает. Для них страшное испытание позвонить куда-то по незнакомому номеру телефона, как мне думать, а вдруг я не кстати, вдруг мне грубо ответят. То есть ощущение постоянной уязвимости, уязвимость и одиночество очень плохое сочетание. Поэтому, когда у нас, когда мы занимаемся спортом, некие социальные связи, это не обязательно командные виды спорта. Вот я хожу в зал уже много лет, это тоже какие-то постоянные люди, мы встречаемся в одно и то же время, мы о чем-то разговариваем, перекидываемся парой слов, какие-то возникают свои, пусть временные, но отношения. Так вот, установление новых социальных связей для людей с депрессией, с тревогой очень полезно. Далее, тоже такая вещь интересная, как питание. Ну, еще, по-моему, с древности, в современной Авиценны и других древних врачей древности все подчеркивали важность правильного питания, диет. В китайской традиционной медицине есть свои правила. И если это веками применялось, наверное, в этом есть некий смысл. Несколько позже появилась уже такая более научная диетология, когда подбирались разные способы, разные типы питания при разных заболеваниях, в том числе и для психических расстройств. Но уже сейчас, последние несколько лет, мы тоже это упоминали в наших передачах неоднократно, есть такое понятие микробиом. Это бактерии, которые населяют наш кишечник. И чем больше их изучают, тем более фантастическим выводом приходят ученые. То есть эти бактерии отвечают за иммунитет во многом за настроение, за способность бороться с болезнью. Есть, например, сейчас такая известная вещь. Появились бактерии, которые резистентны, устойчивы ко всем антибиотикам. Человек может заболеть какой-то инфекцией, внутрогоспитальной, допустим, и она не поддаётся никакому лечению. Вот сейчас есть такая процедура, уже довольно распространённая, пересадка стула, каловых масс от здорового человека к больному человеку. Есть специальная методика, и выяснилось, что путём вот такой вот пересадки человек, который не мог сопротивляться какой-то инфекции, начинает ей сопротивляться. Его иммунитет меняется и так далее. Так вот, обнаружилось, что правильное питание помогает бактериям нашего кишечника, они размножаются, они становятся более активны, и это тоже работает на настроение. На настроение. Это работает при депрессиях, при тревогах, это работает как, кстати, помимо депрессии и тревог, как профилактика Альцгеймера, профилактика деменции. Кстати, о профилактике деменции на секунду вернусь к предыдущей теме спорта, по каким-то новейшим исследованиям человек, который позволяет себе в день всего лишь шесть минут, шесть минут интенсивной нагрузки, интенсивной, неважно, это очень быстрая ходьба или приседания, или ещё, неважно что, но интенсивно по последним исследованиям это тоже позволяет отложить наступление деменции, наступление старческого слабоумия. И мне кажется, уже столько исследований к этому стоит прислушиваться. Сегодня буквально я тоже читал последние данные научные, там речь идёт о том, что температура человека, вот нормальная температура постепенно снижается, то есть учёные пришли к выводу, что в 19 веке температура 37 и даже чуть выше считалась у человека абсолютно нормальной. Сейчас это 36,6 и в принципе даже ещё ниже. И они приходят к выводу, что это тоже изменение в питании, изменение микрофлоры кишечника ведёт к тому, что как-то снижается температура, то есть это вещи какие-то взаимосвязанные. Интересно, не слышал об этом. Что рекомендуется в питании? Что очень любят, как выясняется, бактерии нашего кишечника? Во-первых, они очень любят ферментированные продукты. Что это такое? Это обычный кефир, это обычный йогурт, это квашеная капуста, который такой суперпродукт считается. Это разновидность, это корейская капуста кимчи, которая тоже специально, довольно-таки острая, она специальным образом заквашивается. Ферменяна, китайский вариант, Корея, кстати, на нашем центральном базаре, в том павильоне, сейчас рыбный павильон, туда переехали все квашенные продукты и тому подобное. Тоже периодически лежит там кимчи. Вот там есть кимчи, и это ну просто очень рекомендуется. Была передача кого-то из американских кардиологов, который сказал, что считает, что человек должен хотя бы раз в день съесть какой-нибудь ферментированный продукт. Значит, ферментированные продукты, овощи, фрукты, вообще рекомендуется ныне очень популярная средиземноморская диета, в которую входят овощи, фрукты, рыба, орехи, зерна, цельнозерновые продукты, оливковое масло, некоторое количество красного вина, умеренное, умеренное количество мяса, желательно поменьше, особенно не рекомендуется мясо, которое прошло обработку, колбасы, сосиски, сардельки и так далее. Если есть мясо, то лучше приготовленное нормальное мясо. К этому добавляют, что очень хорош черный шоколад, где-то начинает с 70% и выше, и поменьше сахара, поменьше мучного, поменьше выпечки. Вот, скажем, в средиземноморское где-то входит паста, но из твердых сортов пшеницы, где много протеина, где много балластных веществ, и в то же время ниже количество углеводов и сахара. То есть, вот это правильное питание, это, ну, смотрите, как живут наши люди, вот все едят наспех, обычно все едят какой-нибудь фастфуд, много мучного, много жареного, и это все постоянно загружается в себя, мы постоянно травим свой микробиом. Не говоря уж о дурной привычке по любому поводу принимать антибиотики, потому что антибиотики наносят очень сильный удар по бактериям кишечника, и требуется много времени, чтобы их восстанавливать, потом надо принимать пробиотики и так далее. Так вот, опять были пройдены множество исследований, которые показали, что когда люди балуют свой микробиом хорошим питанием, это постепенно сказываются и на настроении, и на тех же перспективах в плане Альцгеймера. Далее. Ну, это тоже самое простое, то, что, наверное, все знают. Наша тревога зачастую складывается из множества-множества мелких переживаний, постоянного напряжения, в котором мы пребываем, физического напряжения. То есть, любой человек, который работает, сидит за компьютером, любой человек, который вот нас сейчас слушает или когда-нибудь будет слушать, если он проследит за собой, он заметит, что у него почти все напряжены плечи. У него почти напряжена шея, затылок, голова как-то втягивается в плечи. И вообще, если человек все прислушается очень много, люди часто спрашивают, есть ли ощущение такого внутреннего напряжения, есть ли ощущение стянутых мышц, скованных. И очень многие в себе это находят, просто для них это настолько привычно, что кажется естественным и нормой. А находиться в постоянном напряжении, значит, ты не расслабляешь свои мышцы, значит, пережаты твои сосуды, значит, твоя тревога тоже тебя до конца не отпускает. Любому рекомендую попробовать вот так сесть, просто напрячься хоть в полсилы и посидеть так пять минут. Вот я уверен, что ни у кого при этом не будет на душе спокойно, потому что мы всегда напрягаемся, это защитный рефлекс, который он тысячи лет, если возникает какая-то опасность, нам нужно напрячься, действуя. Мы должны быть готовы бежать, нападать, вот то, что на своем физиологе рефлекс бей-беги. И это напряжение и производная тревоги, и порождает тревогу, заколдованный круг. Чем больше нам тревожно, тем больше мы напряжены, чем больше мы напряжены, тем больше мы генерируем эту самую тревогу. Поэтому простые, и это можно найти полный интернет, только это пойти, простые релаксационные техники. Начинают множество вариаций дыхательных упражнений, обычно это диафрагмальное дыхание, дыхание животом, которое, если оно выполняемо регулярно, оно может выполняемо регулярно, чтобы, в принципе, снизить уровень напряжения и тревоги, оно может выполняемо как скорая помощь, когда вдруг тебя окатывает очень сильная тревога и правильное дыхание может ее успокоить. Кроме есть разные медитативные техники, которым можно научиться не так сложно, есть техники аутотренинга, есть очень модное нынешнее направление на западе называется mindfulness, которое переводится на русский как осознанность, но это, мне кажется, условный перевод. Люди, которые пропагандируют этот сам mindfulness, тоже ничего нового, это такая компиляция всяких известных, например, в том, что когда ты ешь, как ест современный человек, кстати, тоже об усвоении продуктов, обычно глядя в телефон или в ноутбук или в планшет, что-нибудь быстро заглатывая, не особо даже о задаче какого вкуса это, люди, практикующие mindfulness, говорят, что есть надо, так как давно учили и на Востоке, и не только на Востоке, есть надо не спеша, вслушиваясь во вкус того, что ты ешь, запах, глядя в цвет, получая удовольствие от этого процесса, это тоже своего рода расслабление, потому что ты уходишь, из суеты внутренней, начнешь концентрироваться на чём-то совершенно другом, и вот все эти релаксационные практики, приложимые к чему угодно, к повседневности, к еде, тоже помогают нам, тоже помогают нам снизить уровень тревоги и напряжения. Далее, очень интересная вещь, которую тоже, в общем, так или иначе обсуждалось на протяжении десятилетий и упомянулось в религиях, философских системах, но сейчас вот нашли научное подтверждение. Оказывается, лекарство от депрессии и тревоги это переключиться на заботу о других людях, на помощь другим людям. В штате Огайо провели эксперимент, взяли три группы людей, одна группа людей занималась тем, что просто почему все три группы у них была диагностирована депрессия от умеренной до сильной. Одна группа людей вела свой обычный образ жизни, вторая группа людей просто развивала социальную активность, больше общалась с кем-то, встречалась с людьми, занималась повседневными какими-то делами, ходила на группы и так далее. Третья группа людей, им было дано задание несколько раз в неделю проявлять внимание к другим. Причем это могло иметь самый разный характер от того, что сделать какую-нибудь милую вещь для кого-то из близких, что-то приготовить, порадовать чем-то таким, или даже просто оставить на холодильник какую-нибудь добрую записку для поддержки и вдохновения, до того, чтобы идти помогать людям, которые больны, немощны, до того, чтобы помогать людям, у которых тоже наблюдаются какие-то тревоги и депрессии. И выяснилось, что у людей, которые были в этой группе, которая занималась помощью страждущим или просто заботой о близких, у них тоже снижались, значительно уменьшались симптомы депрессии, симптомы тревоги. Я сразу почему-то вспоминаю в фильм «Бойцовский клуб Финчера», там, где они посещали группы тоже так как бы, но там скорее, чтобы понять, насколько другим может быть хуже, чем тебе. Да, и как-то тоже, на самом деле, я как раз недавно его пересматривал, ощущение, что тем людям было чудовищно одиноко, они входили в любое место, можно смотреть, настрадающих со стороны и вроде бы становиться частью этой группы. Но они не участвовали в фоне, как раз герои этого фильма выбрали путь разрушения. Он такой, как фильм, он, говорят, хорош, но он такой бунтарский молодежный фильм, хорошее произведение искусства, но, кажется, когда с годами его смотришь, ты воспринимаешь несколько иначе, чем когда посмотрел его там много лет назад. А почему, мне кажется, вот эта забота о других, сочувствием, переживанием помогает? Во-первых, опять, ты перестаёшь быть один, заканчивая изоляция. То есть, в принципе, общение с другими людьми это всё уже некая социальная активность. Это новые какие-то социальные связи устанавливаются. Это ты начинаешь слышать и чувствовать других людей. Во-вторых, ну, вы знаете, обычно, когда про человека говорят, что он помогает другим, про него говорят, что он самоотверженно помогает другим. Самоотверженно отвергает себя. Что отвергает в себе депрессивный человек, который помогает другим людям? Он отвергает в себе ту самую одинокую беспомощную часть. То есть, и депрессия, и тревога, это почти всегда чувство беспомощности, одиночество и беспомощность. Если ты, пусть даже мелочью, способен улучшить состояние, настроение людей, находящихся рядом, ты уже не беспомощен. Ты уже производишь некое влияние на этот мир, каким-то образом улучшаешь его. улучшаешь жизнь людей рядом с тобой, у тебя появляется некая сила, некая власть в хорошем смысле этого слова. И да, когда слышишь чужие боли, чужие тревоги, ты понимаешь, что ты в своих переживаниях не уникален. Ты понимаешь, что есть те, кому бывает намного хуже, чем тебе. Ты понимаешь, что на самом деле как легко протянуть эти ниточки отношений. То есть у тебя нет необходимости бесконечно думать только о своих страданиях. Страдания оно очень изолирует. Ты как в камере одиночки. Хотя вроде бы ты в мире и вокруг тебя люди и все-таки как будто в каком-то пузыре себя ощущаешь в коконе таком. Это многие так описывают, что мне плохо, я только в этих мыслях. Другие люди меня не очень понимают или даже нечаясь стесняться других людей, потому что те увидят, что мне плохо и будут как-то смеяться или поймут, что я неполноценен и тому подобное. Вот когда ты начинаешь слышать потребности других людей, страдания других людей, ты из этого кокона вырываешься. Ты начинаешь быть не одиноким, ты начинаешь быть не тем, кто от депрессии чувствует себя слабым, беспомощным, а тем, кто способен помогать кому-то, значит, наделен некой силой, как-то нынче говорят люди, говорящие, компьютер-лиго суперспособности. Это суперспособности на самом деле, это обычная способность, которая в каждом из нас заложена, может быть, кроме людей, которые напрочь лишены какой бы то ни было эмпатии. И поэтому мы же знаем, что на Западе очень популярна такая вещь, как волонтирование. То есть люди, которые находятся на вполне себе приличных работах, способны отправляться в приюты для бездомных, способны отправляться в хосписы и тому подобные вещи, просто для того, чтобы о ком-то заботиться и помогать. И они должны отправляться в приюты для животных. Да, тоже. Но я сразу вспоминаю, что, по-моему, ходят и в прошлое, это традиция в монастыре. Обычно люди шли в монастырь, там выполняли какие-то работы, это, наверное, тоже форма волонтерства до изобретения этого слова. Ну, монастырь такая, я думаю, трудотерапия, опять же, ощущение, богоугодное дело. То есть не становясь монахами, не принимая монашество, просто, ну, как добровольную помощь. Но обычно люди, которые все-таки шли в монастырь что-то делать, это были верующие люди. Атеистов в те времена было как-то мало. Ну, наверное, да, кстати, наверное, религия, это тоже ощущение, что ты не одинок. То есть по-настоящему верующие люди, которые способны верить глубоко и по-настоящему, они все знают, что они часть некоего божественного плана. Они все верят, что над ними есть Бог, который лучше знает, что им нужно. И это тоже, наверное, даёт некое успокоение. субтитры, которые мы сейчас перечислили несколько вещей таких, но очевидных, более или менее. Спорт, правильное питание, релаксационные техники, помощь страдающим, развитие всех способностей к эмпатии, к сопереживанию и так далее. Я думаю, что у всего вот есть некие общие вещи. Мы становимся такой затасканной некой лучшей версией себя. Даже правильно питаясь, мы помогаем микробам собственного кишечника, а не просто самим себе. Я думаю, что здесь открыто пространство поиска для любого человека. единственное, что понятно, что худшее, что можно придумать, это замкнуться в себе. Худшее, что можно придумать, это вынести самому себе осуждающий вердикт. Я болен, я несчастен, мне мало что поможет. Причем люди себя так плохо слышат. Ко мне как-то пришел молодой человек с достаточно длительной историей уже тревожных переживаний и только поговорив со мной, вдруг понял, что с ним происходит, называется тревога. Я раньше даже понятия не имел, что это тревога. Это вслушивание в себя и вслушивание в других. Слушивание только в себя это одно, а вот слушая других, ты в общем-то автоматически лучше понимаешь себя. Ты слышишь себя более объективно и видишь себя более объективно. Я думаю, что каждый наших слушателей может придумать для себя, что еще, кроме того, что сегодня перечислено, он мог бы привнести в свою жизнь свои отношения с окружающим миром для того, чтобы перестать быть наедине с тревогой и депрессией и не только лекарства и не только психотерапия способны помогать. Спасибо огромное. Резник Марта, врач-психиатр-психотерапевт, программа Диагноз недели и до встречи через понедельник. Да, через понедельник. Всего доброго. Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова